Добровольцы, получившие инвалидность во время участия в специальной военной операции, смогут получать две пенсии и другие, предусмотренные законодательством и компенсации. О новых мерах поддержки участников СВО сообщили в правительстве России. Вдовы ветеранов военной операции получат право на ежемесячное пособие. Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Также дополнительные выплаты получат медицинские работники вооруженных сил и другие военнослужащие, которые оказывают помощь раненым. Орден мужества вручили сегодня Равье Алимхановой, матери героя, погибшего в зоне боевых действий в рамках специальной военной операции. Станислав Бережной – выпускник школы номер два. Летом прошлого года он отправился в зону боевых действий. Мария Гребенюк расскажет подробнее. Одноклассники, педагоги, друзья, родные и близкие. В стенах школы номер два сегодня вспоминали Станислава Бережного. Здесь он окончил 9 классов, потом поступил в Тобольский рабопромышленный техникум, а после в Новосибирскую государственную академию водного транспорта. Трудовой путь начинал с простого мастера и дорос до главного инженера. Но главное, Станислав всегда был добрым и отзывчивым, вспоминают друзья. Когда началась специальная военная операция, принял твердое решение встать на защиту своей Родины. Он был настолько добрейшим человеком. Мы дружили, мы общались. Вот сейчас я сижу и вспоминаю, что мы вместе рисовали стен газеты, готовились к классному часу, к мероприятиям различным. Когда-то еще были у нас печатные дневники, он не любил это делать. Вот сейчас я вот именно вспомнила, что я заполняла ему этот дневник с огромным удовольствием. Поэтому сегодня это, конечно, настоящая потеря для нас. Перед отправкой в зону проведения специальной военной операции Станислав прошел подготовку в Чечне. Он уходил не через военкомат города Тобольска, подписал контракт, но как мне информация поступила, где-то в июне месяце. В конце июня, начале июля, он уже подписал контракт и убыл на территории Украины. 11 августа 2022 года Станислав погиб. А 9 ноября указом президента Российской Федерации он посмертно награжден Орденом Мужества. Сегодня награду героя из рук главы города Тобольска Максима Афанасьева получила мама Станислава Равия Алимовна. Воспитать героя – это подвиг для матери. Безусловно, мы вложили все самые лучшие качества своего сына. Мы гордимся Станиславом. Вечная память и вечная слава герою. В марте на стене школы номер 2 появится мемориальная доска в память о герое Станиславе Бережном. Мария Гребенюк, Михаил Куричко, Тобольское время. В Тобольске наградили победителей программы «Формула хороших дел». В 2023 году при поддержке Сибура будут реализованы 16 проектов победителей грантового конкурса. За 7 лет с начала его проведения в городе было реализовано 179 различных инициатив. В этом году добавились новые направления «Инклюзия и волонтерство», а общее количество заявок на участие превысило 800. Среди тех, кто получил грантовую поддержку – школы, учреждения дополнительного образования, социально ориентированные НКО и общественные организации, волонтерские движения. В Тобольске пройдут фестиваль по восстановлению деревянного зодчества «Тобольские узоры», фильм-фестиваль «Киногараж», марафон хакатонов «Мегахак», спортивно-образовательный проект «Горнолыжная семья. Вперед к волейбольному Олимпу». Любопытный проект «Свои вещи» реализуется для людей с ограниченными возможностями, предполагая создание мастерских по четырем направлениям прикладного творчества. «Зарница» снова в Тобольске. Участие в этом году принимают все школы города. Игра пройдет на новой спортивной территории. Подготовку школьники проходит поэтапно. Подробности у Натальи Китовой. Ловкость, меткость, умение ориентироваться на местности и эрудиция. Тобольские школьники готовятся принять участие в городской военно-спортивной игре «Зарница». В этом году она пройдет в черте города. На новой спортивной площадке на территории гимназии имени Николая Лицмана. В прошлом году мы его провели в тестовом режиме, провели на базе «Сибиряка». Там в основном участвовали воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне» и специализированных групп на призывной подготовке и юно-армейцы. В этом году мы решили провести ее на городском масштабе, привлекая все школы нашего города к участию. Подготовка проходит на базе военно-спортивного центра «Россияне». Команды формируются смешанно. Каждая состоит из восьми участников – четыре взрослых и четыре ребенка. Это традиционная военно-спортивная игра, которая была очень активно развита и активно проводилась в 90-е годы, в начале 2000-х, потом постепенно про нее забыли. Но это игра, которая прививает в том числе молодежи к патриотическому воспитанию и к командному духу и помогает проявить свои навыки во всех испытаниях. «Если сравнивать со старыми добрыми временами, Зорница, конечно, не в таком масштабном формате сейчас проводится, как раньше, но мы идем по тому пути, чтобы снова этот формат популяризировать среди молодежи. В первую очередь это пропаганда здорового образа жизни. Это просто ребятам на свежем воздухе предлагается выполнять какие-то прикольные задания». Командам предстоит пройти восемь этапов на сплочение, физическую подготовку, умение проявить себя в меткости. А еще на скорость сделать неполную сборку-разборку автоматом. Ребятам это задание особенно интересно. «Я люблю заниматься спортом. Я сдавал ГТО, и там было все, что можно было делать на войне. Конечно, там были игрушечные пистолеты. Я научился складывать патроны и одевать противогазы быстро». Игра состоится уже в эту субботу. Старт в 11 часов. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в Уральском федеральном округе по итогам 2022 года вырос практически на 17% по сравнению с 2021 и составил 481 млрд рублей. Продукция растениеводства заняла в общем объеме 49%, животноводство – 51%. Более 60% продукции сельского хозяйства произведено в сельскохозяйственных организациях, 25% в хозяйствах населения, остальное в крестьянско-фермерских и индивидуальными предпринимателями. Позитивную динамику продемонстрировало растениеводство, где урожай ряда агрокультур стал рекордным. Индекс производства продукции растениеводства по итогам года составил 142% к 2021 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 90%, овощей на 5%, картофеля на 3%. По продукции и животноводства индекс составил 99%, снизилось на 13% производство яиц, а производство молока, скота и птицы осталось на прежнем уровне. В Томольске открылся музей пограничных войск. После 10 лет кочевой жизни он наконец обрел постоянную прописку. С экспозицией ознакомилась и наша съемочная группа. Этим событиям вряд ли уделят время на уроках истории в школе. Вроде бы небольшой эпизод в судьбе страны, здесь в музее пограничных войск обретает особую значимость. Таков пограничный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманском. Остров небольшой, он в длину около километра и в ширину около 500 метров. Вот за этот остров, его весной полностью топило, никаких он таких, ни поля не пахали, там ничего, просто не захватили. Это наша территория, это вот. И наши пограничники приняли там неравный бой, там погиб наша земля, Шостаков, Политон, Федор. Этот музей создан в 2012 году активистами Тобольского отделения общественной организации ветераны-пограничники Тюменской области. Представителям войск, первыми встречающих врага, есть что рассказать молодежи. За эти годы музей пять раз переезжал с места на место и, наконец, обрел свои стены в доме 29Г 4-го микрорайона. Место, где наши дети, наша молодежь будет иметь возможность осознавать, что такое защищать и любить свою Родину. Я уверен, что это будет настоящей опорой, опорной точкой в патриотическом воспитании наших детей. Экспонаты с мест боев, обмундирование и снаряжение пограничников разных лет, информационные баннеры с историей пограничных войск. Предметы для экспозиции собирали всем миром. Помогает пограничное братство из разных точек страны. Про форум моряка, она как бы отовсюду. Если сама форума Димка отдал в Тюмени, без козырка, это уже наш ходосеевец Андрей Анатольевич, тоже внес свою лепту хорошую. Ремень с севера приехал, знакица Свердловска. Музей пограничных войск охотно проводит экскурсии. За время существования его посетило свыше пяти тысяч школьников. Для записи нужно позвонить по телефону, указанному на входной группе. Анастасия Терехова, Ростов-Рузеев, Тобольское время. В Тюменской области стартовал прием заявок на бесплатное профессиональное обучение. Соискателям доступно более 60 образовательных программ. Их количество будет увеличиваться. Получить новое знание в рамках нацпроекта «Демография» смогут без малого две тысячи жителей региона. Это граждане в возрасте 50 лет и старше. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. И работающие мамы детей дошкольного возраста, безработные или находящиеся под риском увольнения. Отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет включительно. Со списком направлений профессионального обучения можно ознакомиться при заполнении заявки на портале «Работа России». После подачи заявления необходимо будет пройти профориентирование в кадровом центре. Коллаборация помогает ремесленникам Тобольска продвигать свою продукцию. Участвуя в выставках и ярмарках, они налаживают сотрудничество с мастерами из разных регионов и местными предприятиями. Сейчас новое направление – это креативная индустрия. И в Тобольске мы тоже развиваем это направление. При получении опыта, обмена информацией с другими приезжими ремесленниками, мастерами, они могут создавать новые продукты. Кузнец Валентин Орлов выполняет совместные проекты с краснодеревщиком Иваном Изосимовым. Ремесло выручило, когда оба мастера остались без работы. Начинали они с изготовления утварей для дома, теперь расширили ассортимент сувенирной продукции. Душа к этому лежит. Хочется заниматься с любовью, с уважением к металлу, помогать городу. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Никойл». Центр вашего здоровья. Медицинский центр «Никойл». Прием врачей-специалистов. Лабораторная диагностика. Медицинские осмотры. Современное оборудование. Высококвалифицированный персонал. Телефон 262-911. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok